Всем добрый день! Приглашаю вас в мое новое видео. Сегодня будет влог всего понемногу. Встречаю вас на своей кухне. У меня сегодня планируется очень загруженный день, поэтому я хочу с утра быстренько разобраться с едой, подготовить ее, буквально уделить этому полчаса без больших приготовлений, чтобы можно было открыть холодильник, быстренько что-то взять и покушать. У меня было еще прямо не начатое в упаковках кусочек сыра, кусочек колбаски. Освобождаю их от упаковки и нарезаю порционно, раскладываю по контейнерам. Вот эти контейнеры у меня в большом количестве, они у меня разного размера, и в них у меня все хранится в холодильнике, очень удобные. Уже примерно год назад я их покупала в магните семейном, очень качественные и удобно штабелируются один на один в холодильнике. А еще они герметично закрываются и запахи в холодильнике не перемешиваются. Также нашла половинку лимона и половинку апельсина, нарезаю на дольки, выкладываю в контейнер, немного присыплю сахаром, будем добавлять чай, это очень вкусно и полезно. Еще быстренько отварила гречку, она у меня сейчас остынет, ее перекладываю тоже в контейнер и затем в холодильник. И отварила яйца. Еще у меня закончилось масло в масленке, масленку я помыла и теперь выкладываю туда кусочек масла. Всегда покупаю большими упаковками, вот так вот разрезаю на порции. Одну порцию сейчас кладу в масленку, а остальные кусочки немного отодвигаю друг от друга, ну чтобы они не слиплись. Затем заворачиваю упаковку, заматываю в пакет и отправляю в морозилку. Затем будет очень удобно его взять, следующий кусочек, и опять положить в масленку. Три дня назад накрошила капусту, она у меня уже закисла. И теперь я тоже закрываю баночки крышками и тоже отправлю в холодильник. Вот так буквально за полчаса я подготовила некоторое количество еды. Можно, в принципе, несколько раз покушать и ничего при этом дополнительно не делать. Просто взять из холодильника, допустим, разогреть гречку, взять отварное яйцо, капусту, там, да, чай сделать, сделать бутерброд с колбаской, с сыром. Ну, то есть полноценно покушать несколько раз, ничего дополнительно при этом не готовить. В холодильнике генерально я недавно убиралась, поэтому просто протерла полочки, ничего не вытаскивая особо оттуда, и вставлю все подготовленную мною еду в холодильник. И теперь можно заниматься другими делами по плану. Заезжала сегодня в фикс прайс. Во-первых, мне нужно пополнить запасы, ну, таких основных расходников. Ну, и кое-что еще прикупила. Сейчас вам покажу. Так, первое. Здесь туалетная бумага, целых 12 ровно, трехслойная. Все цены будут вот здесь в уголочке написаны. Что за сколько брала? Дальше. Взяла 3 зубные пасты, 2 сплат, неплохая паста, и все-таки в фикс прайсе она подешевле стоит. Зеленый чай и комплексный уход от защиты кариеса. И еще одну, вот такую, полгит. Про запас. Дальше средства женской гигиены. Две упаковки такие. И одну такую упаковочку. Ватные диски. Очень быстро расходуются. Я и дочь пользуемся. Взяла тоже две упаковочки. Одну от Конте. И вот на пробу взяла Культура Органика. Ни разу не брала, первый раз взяла. Салфеток целую кучу набрала. Всегда беру только фикс прайс салфетки. Вот эти от Котте. Они есть еще в розовых упаковках, но они точно такие же. В розовых не было. Я взяла вот зеленый. Пять маленьких упаковочек. Здесь по 20 штук. Но это реально самые обалденные салфетки, которые я когда-либо покупала. И по хорошей цене. Они хорошо увлажненные, отличного размера. И сама эта салфетка, она вот такая плотненькая, прям, ну классная. Всегда беру, по сумкам раскладываю в машину дочери в портфель там. Она берет с собой в школу. Вот. Ну и так, чтобы про запас еще было. Вот. И большую упаковку взяла. Тоже от Котте. 130 штук. Вот такой открывашкой. Клапаном. Это у меня в санузле всегда лежит. По всем случаям использую. Что-то подтереть, вытереть. И в качестве личной гигиены. Ну, то есть обалденные салфетки. И тоже цена хорошая. Губки. Я вам в недавнем видео показывала, что я покупала такие губки с... Где вот эта часть жесткая, такого красивого зеленого цвета. Сейчас вот появились точно такие же, только с таким фиолетовым, да? Сиреневым цветом. Очень красивый. И мне, в принципе, тоже в санузел подходит. У меня там есть элементы декора. Букеты там сиреневые, полотенца сиреневые. Так что даже... Хотя они у меня на видном месте не лежат, но... Все равно мне нравится, чтобы... Даже такие вещи, которые как бы на видном месте и не лежат, Но они все равно подходят к всему остальному интерьеру. Вот. Так что присмотритесь. Там прям целая гора лежала. Их видно только завезли. Красивые. Ну, они, в принципе, хорошие. Долговечные достаточно. Вот эти вот. Тоже в наборе три штучки. Дальше. Пакеты для мусора. В мусорное ведро в санузле беру вот такие маленькие пакеты. Где 30 на 30 литров. Красивый такой нейтральный цвет. Он ваниль. Да, ваниль. Ванильного цвета. Практически они такие прозрачные. Чуть-чуть желтоватые. Ну, они практически незаметны. Бывают в ведре. Когда одеваешь, края видны. Вот. Они практически прозрачные. Ну, и с небольшим таким приятным ароматом. Вот. Взяла тоже про запас. Достаточно часто меняю. Не жду, пока заполнится ведро. А через там 2-3 дня я меняю всегда на новый пакет. Салфетки не из фикс прайса. Ну, покажу вам. Они здесь оказались в этом пакете. Просто белые салфетки из магнита. 25 штук. Хорошего качества они. Ну, прям хорошие. Мне понравились. У меня закончились белые салфетки. Я взяла. Все смотрела. Я смотрела на них. На эти мисочки. Они уже давно есть в продаже. Но я вот только сейчас решилась купить. Тоже вчера буквально в ютубе смотрела там какой-то обзор. Даже не помню у кого. И опять показывали их. Ну, и я прям что-то решила, что мне они точно нужны. Тем более у меня будут присутствовать в праздничной сервировке новогодние стеклянные предметы. Из вот такого рифленого стекла в том числе. Ну, и вот я решила купить. Но они, правда, неплохие. Прям за такую цену, сколько они стоят, они очень даже неплохо выглядят. Называется оно блюдо для закусок. Вот такие вот штучки. Такого они размера. Ну, наверное, все вы видели их уже. Возможно, много у кого они есть. И еще несколько товаров буквально новогодних. Я в этом году не планирую ничего докупать для украшения дома. Единственное, что мне захотелось добавить, это в композицию в проеме бусы. Сначала смотрела на Валберис, но что-то там все дорого. И я решила, когда буду в экспрессе, посмотрю. Ну, мне, в принципе, понравились. Там хорошие бусы. Ну, и цена, мне кажется, дешевле, но нигде нет. Сейчас я вам раскрою, покажу. Так, вот такие бусы. Это первый вариант. Конечно, они пластиковые, но неплохо сделанные. Такие блестят прямо на свету. Очень даже неплохие. Я думаю, что они прям хорошо смотрятся в моей композиции. Вот такие. И второй вариант. Вот такие. Эти вообще прям шикардосные. Просто красота нереальная. Красивые. И еще мне попались на глаза. И мне кажется, что это все друг с другом хорошо сочетается. Такие подвесы. Они пластиковые, но хорошо сделаны, симпатичные. И очень даже блестят. Скоро все увидите. Обязательно буду делиться, как буду украшать свой дом. И последняя покупка с фикс прайсом. Это пакеты. Я пересмотрела. Когда делала генеральную уборку, ревизию делала везде. Нашла несколько пакетов новогодних. С прошлого года. Ну, мы всегда так передариваем. Если он в идеальном состоянии. Пакет, в котором нам подарили подарок. То, конечно, мы потом кому-нибудь другому дарим в тех же пакетах. Ну, вот я взяла в фикс прайсе три пакета. Два вот таких. И один вот с елочкой. Недавно занималась генеральной уборкой в нашем доме. Есть несколько видео на моем канале об этом. Постоянно чувствовала потребность парочистителей. Даже кто-то мне в комментариях писал. Из моих подписчиков. Что купите парочиститель. Вам будет намного проще делать генеральную уборку в доме. Теперь у меня есть такой помощник. И это парочиститель от Борт. Почему этот бренд? Ну, мой муж занимается строительством. Это наш семейный бизнес. И он сказал, что весь инструмент от Борт отличный. Ну, значит, и парочиститель будет тоже качественный. Он очень компактный. Подойдет для небольшой квартиры. Маневренный он на колесиках. У него достаточно длинный шланг. Есть инструкция и много разных насадок. Для мытья окон дверей. Насадка для одежды. Насадка для ковров. Для полов. А также есть малые круглые щетки. С металлической щетиной. И с полимерной щетиной. Перед началом работы нужно бак заполнить водой. Для этого есть специальная леечка с очень удобным носиком. Есть еще и воронка. Но мне она не понадобилась. Очень удобно наливать леечкой. А мощность у него 2200 ватт. Это очень высокая мощность для парочистителей. Давление 4 бара. Это выше даже, чем у Керхера. А время нагрева всего 2-3 минуты. Сейчас буду тестировать на швах межплиточных ванной комнате. И покажу вам, как он работает. Как только на корпусе загорелась зеленая светом кнопка, значит пароочиститель готов к работе. Чуть раньше в кадре вы увидели, какая мощная струя горячего пара. Она эффективно растворяет даже сложную грязь. А главное, что пар высокой температуры тщательно промывает весь пол горячей водой без химии. Это быстро, эффективно. А еще профилактика от вирусов, бактерий, особенно в зимний период. Честно говоря, я была в огромном шоке. Насколько оказывается грязные у меня были межплиточные швы. Работать пароочистителем одно удовольствие. Очень быстро и очень наглядно. Сразу виден огромный результат. А вообще им можно убрать весь дом. Есть насадки для всего. Для полов, окон, для мягкой мебели, ковров, отпарить шторы и одежды. Главные преимущества пароочистителя это то, что уборка происходит без химии. Это очень важно, особенно для аллергиков. Можно забраться во все труднодоступные места. Например, в радиаторы или в какие-то уголки. Например, за унитазом и так далее. А также происходит дезинфекция, избавление от вирусов, бактерий и даже от бельевых клещей. Дальше я решила пройтись по стенам. Надела насадку швабра. Посмотрите, как классно распределяется пар прямо по всей поверхности швабры. И прохожусь по всем стенам в санузле. Бак у этого пароочистителя вместительный. Хватит на длительную уборку без перерыва. Но можно доливать воду во время уборки. Потому что время работы пароочистителя борт не ограничено. После уборки стен пароочистителем я еще раз была очень сильно удивлена. От того оказываются какие грязные стены. Посмотрите на эту тряпочку. Зрительно вообще было этого не видно. А сейчас прямо так посвежела плитка. Заблестела. Очень чистая. В общем я очень-очень-очень довольна результатом. У меня давно не было такой чистой ванны. Я в восторге от моего нового помощника. Будете теперь периодически видеть его в моих следующих видео. Ссылка на него оставлю под видео в описании. А также у меня для вас есть промокод. По нему вы получите дополнительную скидочку. Проходите по ссылке. Ознакомьтесь с ним подробнее. Вот этот санузел на первом этаже. Это последняя комната в нашем доме. В котором я делала генеральную уборку. И тем самым я ее завершила наконец-то. Все. Теперь мой дом весь прогенерален. Я расхламилась. Пополнила запасы на кухне. В недавнем видео делилась с вами этим. И теперь пополняю запасы в санузле. Только что вам показывала, что много из этих расходников купила в фикс прайсе. Теперь просто раскладываю все на место. Когда в санузле я вставляю новый пакет в мусорное ведро. Я всегда на дно кладу ватный диск. Смоченный каким-то ароматным маслом. Вот у меня есть эвкалиптовое. Прямо щедро смачиваю ватный диск. И бросаю его на дно. Сейчас сделаю так же. А затем уже у меня сейчас будет много упаковки. Будут складывать туда упаковку. И поставлю его на место возле унитаза. Все покупки стараюсь положить на места на свои. Многое распаковываю. Потому что для этих вещей есть у меня отдельные коробочки, корзиночки. Для ватных дисков и ватных палочек у меня есть вот такой органайзер. Очень давно его покупала в фикс прайсе. Ну и в принципе мы пользуемся. Нам удобно. Пополняю его ватными дисками. А остальные складываю в корзину и про запас. Туалетную бумагу также стараюсь иметь в большом запасе. Но хотя бы чтобы было 10 рулонов у меня. Чтобы мне какое-то время вообще не думать, закончилась она или не закончилась. Я точно знаю, что она есть. И мой мозг этим вопросом вообще никогда не занят. Вот так она у меня хранится. На заднем плане в шкафу. Очень компактно и много помещается. Также несколько штук. Рулончик отнесу еще в санузел на втором этаже. Мы им пользуемся реже. Ну и соответственно и расходуется. Там все на много меньшем количестве. Также хранение всяких запасников у меня организовано вот в таких корзинках. Это фикс прайс. Очень классные корзинки и по размерам, и по объему. Очень много в них всего помещается. И они хорошо становятся в мой шкаф на полке. Эти органайзеры или корзинки с крышками тоже покупала давно в фикс прайсе. Здесь у меня хранятся средства личной гигиены. Как ежедневные, так и ежемесячные. Сейчас я их тоже пополняю запасы и покажу вам, как я ими пользуюсь. Вот я как-то приноровилась, и мне очень удобно. Возможно, вам понравится моя идея, и вы ее примените у себя дома для хранения этих средств. Вот у меня две корзины. Стоят они одна на одной, они с крышками. То есть даже если откроет кто-то шкаф, то непонятно, что в них находится. Если мне сейчас нужны ежедневные средства, корзина с ними стоит сверху. Я достала корзину, взяла, поставила на место. Достала корзину, взяла, поставила на место. Когда наступает момент, что нужны ежемесячные средства, я корзины меняю местами. И сверху у меня стоит корзина с ежемесячными средствами. Это очень удобно. Одну новую зубную пасту я уже поставила в стаканчик на стол возле умывальника. А остальные отправляю в запасник. На место ставлю контейнер с ватными дисками, ватными палочками. Все вот это хранится у нас здесь вот в одном ящике. И еще я купила лак для волос, два штуки. Подробнее об этом расскажу в видео с покупками. Ставлю все на место. Также я здесь заменила стаканчик для зубных щеток, зубных паст. Тот у меня немного откололся. Ну и нужно было его поменять. Заказывала на Валберис. Подробнее покажу эту покупку в видео с покупками. Ну и этот стаканчик хорошо подошел к дозатору. Ну и все, моя уборка практически завершена. Ставлю на место ведро для мусора. Это корзина для грязного белья. Стелю коврики на место. Салфетки у меня всегда лежат вот здесь возле унитаза на бельевой корзине. Нам так удобно. Коврики я также постирала. Стираю их в стиральной машине. Теперь раскладываю их на места. И вешаю чистые полотенца. Я очень рада, что генеральная уборка в моем доме завершена. Это действительно очень сложно, продолжительно и трудоемко. Но результат, конечно, налицо. И еще я рада, что я расхламилась. Я столько всего выбросилась, чем в течение полугода сложно расстаться. Дома чистота можно заниматься подготовкой к Новому году. Ближайшее видео будет посвящено украшению дома к Новому году. Обязательно поделюсь своими идеями. Так что подпишитесь, кто еще не подписался. Поставьте мне лайк к этому видео. Напишите комментарий в поддержку моего канала. Всем пока и скоро увидимся.